Путин в бешенстве. Его вторая армия в мире не смогла одолеть Украину ни за три дня, ни за два месяца, ни к сакральной дате 9 мая, как планировал. Даже бывший главарь боевиков, так называемый ДНР, Игорь Гиркин, Стрелков, впал в истерику из-за полного провала российской армии в Украине. Покажите голову того, кто дал вам абсолютно ложную информацию о ситуации на Украине, благодаря которой вы прослали золотые дни, когда действительно, как сказал Евгений Петрович, мог быть, что он, близкрик, который вы не совершили именно потому, что у вас было абсолютно ложное представление об оперативной обстановке на Украине. Голову покажите одну хотя бы. Вот с этого надо начинать. С кадров. Не начнете. Война будет проиграна. Сейчас украинские защитники продолжают сдерживать широкомасштабное наступление России. Армия оккупантов несет большие потери. Данные об убитых российских солдатах обновляются каждый день в открытом доступе в Украине, но их скрывают в России. Сейчас заканчивается второй этап российской войны, российской специальной операции, как они называют. Первый этап провалился полностью. Это был близкрик, который они пытались захватить Киев и быстро оккупировать всю Украину. Это полный провал. Огромные потери и непонимание, что происходит. Поэтому генералы пообещали Путину, что они сейчас реализуют второй этап, в результате которого они быстренько на трех, тремя радиусами, можно так сказать, охватят Донбасс и широкие просторы. Первый радиус – это от Харькова до Запорожья, север-юг. Второй радиус – это изюм Гуляйполе условно. И третий радиус – это север Донецк опасный. Путин не может позволить себе проиграть. По данным разведки США, хозяин Кремля готовится к затяжной войне. Во время слушаний в Сенате директора национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что краткосрочные цели российского диктатора – захват Донецкой и Луганской областей и окружение сил обороны Украины в этой части страны с севера. Путин также хочет увеличить сухопутный коридор до Приднестровья и получить контроль над украинским побережьем Черного моря. По мнению американской разведки, следующий месяц или два полномасштабной войны в Украине будут решающими. Хотя битва на Донбассе не обязательно будет завершением войны. Необходимо понимать, что это не означает обязательно, что война может быть в стадии интенсивных боевых действий, как это происходит сейчас. Дело в том, что Россия исчерпывает постепенно ресурсы, которые были привлечены к ведению войны сейчас. И они не рассчитывали откровенно на то, что настолько затянется война, им придется фактически воевать и искать ресурсы дополнительные. Поэтому сейчас стадия такова, что Россия атакует, нам важно отбиться. И отбить все атаки, и создать почву для перехода в контрнаступление по определенным направлениям. Сейчас, в принципе, постепенно в этом плане ситуация переходит на нашу сторону. И мы видим, что определенные успехи по харьковскому направлению этому свидетельствуют. Путин не отверг планов по захвату всей территории Украины. В Тростянке Сумской области следователи Государственного бюро расследований обнаружили важные документы российских военных, которые содержат планы РФ по захвату всей территории Украины. Это подтвердил и вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Он заявил, что выход российских войск к границе с Польшей станет концом так называемой спецоперации России. Чтобы добиться хоть каких-то успехов, Путину нужны новые силы. Объявлять всеобщую мобилизацию диктатор не решился. Многие ожидали, что это случится во время парада 9 мая. Он понимает, что могут возникнуть куда более серьезные проблемы. Во-первых, у общества начнут назревать вопросы. А почему объявляется всеобщая мобилизация, если, по версии российских властей и российской пропаганды, операция идет по плану, спецоперация так называемая, и цели будут достигнуты? Возникает вопрос, так а что тогда идет не по плану? Во-вторых, если Россия постоянно поддерживает позицию, что победа будет за ними, и в принципе все цели, все эти направления, по которым идет спецоперация, все-таки запланированы, все-таки должно быть. Тогда вопрос, зачем мобилизация, если все-таки запланирована? В-третьих, масштабная мобилизация способна вызвать социально-экономические потрясения и дополнить политическую нестабильность, очень серьезную в России. Потому что одно дело, когда это якобы спецоперация, где привлечены определенное количество срочников, но в основном солдатов контрактной службы. А другое дело, когда начнут призывать и бросать войну, и будут нести еще дополнительные потери. Сейчас Кремль собирает всех, кого только можно под видом различных сборов. Привлечение добровольцев и наемников, а также с помощью активизации приема на контракт. В регионы спустили разнарядку ежедневно поставлять на фронт по 200 так называемых добровольцев. Но округа с этой задачей не справляются. Для пиара отчитался только Рамзан Кадыров. Он сообщил об отправке группы добровольцев из 600 человек для участия в спецоперации в Украине. Например, возле военкоматов Новороссийска мужчинам раздают листовки с предложением неплохого заработка по 170 тысяч рублей в месяц. Цифра высокая, средняя зарплата в городе составляет 42 тысячи рублей. Но добровольцы из России не хотят быть пушечным мясом и массово просятся домой. Они жалуются, что их использовали не по назначению и отказываются воевать. Мы вернулись на территорию Российской Федерации. Какой-либо помощи от руководства нет. Люди живут в разных регионах, в том числе на самых крайних ее отдалениях, скажем так. В том числе на Дальнем Востоке, Аркангельская область, Камчатка, Захалинск. Минобороны РФ для пропаганды показало кадры, будто бы российские войска разгромили подразделения украинской армии во время переправы через Северский Донец. Но в успех этой операции не верит даже тот же Гиркин. Ну вот, после трехнедельных боев вымучили по пасу, вымучили. Маринку не вымучили от слова совсем. Есть данные, что она ее обратно Украина отобрала просто во время пересменки. Кто-то вот кого-то отвели, кого-то забыли ввести. Противник это увидел, занялся назад. Но опять же, это я не утверждаю. Вот как бы неизвестная информация. То есть ничего не понятно. Официально заявляют, что этого нет. Авдеевку точно даже войти в нее не смогли. Между прочим, там мой погиб, отец моей супруги. В боях за эту Авдеевку на поступках нет. С очень тяжелыми боями с трудом взяли рубежных. В Северодонецк так и не зашли. Попытка переправиться в районе Кременной через реку закончилась не очень хорошими. Сейчас в России начинаются организационно-мобилизационные сборы резервистов. На них постараются привлечь до 100 тысяч человек. В первую очередь тех, кто служил в сухопутных войсках. В целом, по оценкам экспертов, в РФ имеется около 300-400 тысяч резервистов с опытом армейской службы. И в Кремле будет прежде всего уговаривать сходить на войну. Удастся ли? Большой вопрос. Россияне не хотят воевать. Они с удовольствием забрасывают военкоматы коктейлями Молотова. По данным издания «Медуза», за последние дни в РФ пытались поджечь здание четырех военкоматов. А с начала войны более десяти. В принципе, ничего особенного. Россия продолжает спецоперацию по демилитаризации собственной армии. Они тоже сейчас кинули, несмотря на мобилизацию, они же кинули большое количество, больше 60%, порядка 65-70% всей боеспособной группировки войск сухопутных сейчас против Украины. Уже 105-106 батальона татических групп по подсчетам наших американских партнеров на Востоке и на Юге. Поэтому они и сейчас на самом деле кинули все, что только у них могло быть. Осталось у них где-то 2500 резервистов, которые там проходят слаживание в Белгородской области и могут тоже быть брошены в войну против Украины. В ряде мест россияне снимают с хранения и готовят к отправке в войска, законсервированную технику и другие образцы вооружений. О боевых качествах и готовности этого устаревшего железа говорить сложно. Но по подсчетам военных экспертов, его общих объемов хватит, чтобы укомплектовать до 22-25 батальонных тактических групп. Каждая такая единица сейчас состоит у россиян из примерно 700 бойцов. Хотя даже российские военные сомневаются в способности Москвы осуществить столь масштабный план. После месяца большого наступления на Донбассе российские войска взяли лишь несколько крупных населенных пунктов в Луганской и Донецкой области. Четко прослеживается их тактика атака к кочевой орды, то есть не демонстрируя успехов по захвату городов в населенных пунктах, они просто ведут тактику просто стирания земли и целесообразность этих разрушений с военной точки зрения. То есть с вашей точки зрения, если вы хотите, вот с вражеской точки зрения, если вы хотите завоевать по вашей версии какие-то населенные пункты, города, то зачем вам их разрушать? Вы их разрушаете для того, чтобы потом править на руинах, на камнях разрушенных? Ведь это же тоже необходимо понимать. Эти разрушения это не то что месяцы, это годы на восстановление. Сейчас украинская армия начала контрнаступление в Харьковской области, в результате которого российские войска в некоторых районах оказались отброшены государственной границей Украины. Многие западные аналитики утверждают, что российский фронт под Харьковом уже разваливается на куски. Очень были напряженные бои. Украинская армия полностью уничтожила все попытки, которые Россия предпринимала. Там были очень ожесточенные бои, но Украина, украинские вооруженные силы выдержали, нанесли поражение. Сейчас уже последний шанс по маленькому такому вот радиусу. Северодонецк попасная. И вы знаете, какие происходят трагедии для российской армии. Сейчас катастрофы очередные при попытке переправы, форсирования Северского Донца. То есть, опять же, я думаю, еще будут попытки на этом маленьком радиусе каким-то образом добиться успехов. Я думаю, еще одна-две недели максимум. И после этого вот эта вот большая битва за Донбасс, которая продолжалась фактически уже больше месяца, она закончится ничем, и Украина сможет уже активно приступать к более широким контр-вступательным действиям. Чтобы победить российскую армию в новой фазе войны, министр обороны Украины Алексей Резников пообещал наращивать оборонный потенциал страны и обеспечить 1 миллион человек оружием и снаряжением. В настоящее время около полутора тысяч украинских военных проходят обучение, чтобы затем стать инструкторами по эксплуатации техники и вооружения, поставляемого в Украину от западных стран. Российские оккупанты завидуют украинским защитникам из-за байрактаров и с ужасом ожидают поставки ВСУ нового оружия из-за рубежа. Круг возможностей для России сужается, и затягивание войны не на пользу оккупантам. Тем более, что расходы России на войну уже в несколько раз превысили ожидаемое. Только за два месяца Россия уже потратила 34 миллиарда долларов. При этом каждые два дня войны к этой сумме прибавляется еще миллиард долларов. Необходимо понимать, что источается военно-промышленный комплекс российский без западных технологий. И Россия теряет свои позиции даже на внешних рынках вооружения, в той же Юго-Восточной Азии. Там возникают проблемы по вооружению, возникают проблемы с людьми. В-третьих, возникают проблемы с боевыми действиями, то есть с ошибками, которые продолжает нести российская армия. В-четвертых, проблемы с мобилизацией и большими числами тех, кто отказывается. Это тоже. В-пятых, все-таки экономическая ситуация, я надеюсь, что еще и после эмбарго на нефть, которая будет водиться постепенно, она еще больше будет ухудшаться. То есть ресурсов будет становиться меньше. Поэтому на самом-то деле фонд национального благосостояния у них тоже не резиновый. И финансировать только эти потребности на длительный период времени, там растянуть это больше, чем, например, до осени, будет чрезвычайно сложно. Украина также не заинтересована в затяжной войне. Стране нужна победа. Как сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, рецепт победы прост. Реальное нефтяное эмбарго плюс танки, самолеты и артиллерия. Военные эксперты, как западные, так и украинские, не берутся давать точные прогнозы, сколько именно может продлиться новая фаза войны. Потенциала для продолжения наступления у РФ нет. Армия выдыхается. Дела у Кремля настолько плохие, что недовольство пробивает пропагандистский информационный пузырь. Вот миллион вооруженных украинских солдат, вот это надо воспринимать как реальность ближайшего, реальность ближайшего времени. И это нам, и это нам надо учитывать в своих оперативно-стратегических расчетах. Что ситуация в этом плане для нас будет откровенно ухудшаться. После того, как наступательные силы России будут разгромлены, начнется череда из наступлений и контрнаступлений со стороны Украины до полного освобождения территории от войск оккупанта. Далее, в принципе, скажем, ситуация будет зависеть от того, намерена ли Россия все-таки воевать до последнего, объявляя мобилизацию всеобщую, бросая все новые и новые силы, которые она исчерпывает. И, скажем так, приближая свой крах. Либо они будут готовы все-таки идти на мирные переговоры и идти на существенные уступки украинской стороны. То есть переговоры будут подходить с подходом украинских национальных интересов. По мнению экспертов, в Украине сейчас хорошие возможности для контрнаступательных действий. Кроме того, в новую фазу войны Украина входит на фоне глобального изменения отношения мира к России. Санкционное давление на РФ растет. Поставки современного оружия западными странами в Украину только увеличивается. Сейчас тяжелое положение войск РФ связано с тем, что они пытались выполнить невозможную задачу. Путин до сих пор не понимает реального положения вещей не только на войне, но и в мире. И это только усугубляет множество проблем его армии и страны. Продолжение следует...